Субтитры делал DimaTorzok Я пропал, я же сказала, сегодня у меня будут брать интервью про Сашу Ну и давным-давно должны были взять Ну еще не взяли, все спрашивают Ой, бля, в пол первого приехали и время пять Мам, ну это же не быстрая работа Субтитры делал DimaTorzok Я не понял, куда Очень надо, если не ворачиваешь, что он справа И там увидишь служебный гостин Это гостин? Куда? Просто Значит, ну там, курт, на сцену, Саша А? А, да Все Спасибо 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 Берешь блокнот, разные картинки рисуешь, как кадры И вот так, знаешь, да? Вот в сегодняшнее время это вот такая вот штука Только там вообще не складывается история Я думаю, что Саша Гудков это карикатура настоящего времени Все, что делает Саня, является проявлениями его больного Ну, не больного, а прекрасного Необычного, в чем-то монструозного я Раньше, когда все было хорошо, до пандемии Саша спал по 2-3 часа в сутки И он так спал на протяжении нескольких месяцев При том, что кажется, что он, конечно, машина Ну, Асанек, безусловно, машина Он умеет влюблять в себя людей И примерно столько же заставляет ненавидеть А если что-то лучше, чем Гудков в этом мире есть Это лучший человек, это Гудков Он отвратительный, блядь, провокатор Он может так поднасрать Но это, конечно, все очень круто Для меня Саня, в принципе, всегда был таким топовым Ну, потому что он как бы и поет Он все хорошо слышит Он играл на баяне, ходил, я его водила Саша создан для такого жанра, как музыкальная комедия Как только мы с ним познакомились несколько лет назад Сразу же мы решили, что у нас будет группа пиздатика Пока мы с Саньком ничего не сделали в этом направлении Но диктоник это вот туда Вот тут надо обязательно отбить это как-то по клипу Бум! Вот это, которое Знаешь, когда клип-клип идет, идет, идет Но потенциально-потенциально Там уже тебя танцует, буду-буду И потом едет, бум! Вот это бум, какой-то акцент в кадре должен быть Этот же гаденыш, он же создает не просто песню какую-то Он же создает то, что тебя начинает маниакально преследовать Понимаешь, этот тиктоник вонючий мне не давал просто спать Я месяц просуществовала с этой песней Вот так вот я отбивала каждый раз, когда засыпала Ножкой у меня отбивалась ритм этой песни Так, шесть Тиктоник, это мой рай Блядь, сука Вообще С Гудковым это надо запомнить Ты можешь поставить все, что угодно Он выучит то, как ты поставишь Но это будет вообще другой танец Удивительная моторика, удивительная Он же еще, чем больше репетирует, он начинает от себя еще добавлять Это вообще жопа, то есть мы можем прийти к тому, что это вообще будет другой танец И вроде он танцует то, что мы ему показывали, но вообще по-другому Потому что он добавил кучу, 25 кадрам кучу всего И ты вообще не можешь собрать это Ну вот ему он Моя правая ладонь, как луна Пара бить и вокруг черепа снова летит она Мои руки растекают в атмосфере артомы Ярще все галактики, кроссы и узкие мои штаны Все, что попадает в тренды, меня в общем не волнует На танцполе, в самом центре, под пиктоник я танцую Пиктоник, это мой электрорайд Это мой электрорайд Как это было? Стоп! Какой-нибудь что-то придумать? Бонять, что-нибудь такое Уже... я... Тысячи с лишним шуток Я все слова перебрал, все комбинации вообще Что возможно, чтобы назвать Урганта Какими-то словами Снеговичка слепил из грязи Давай Дамы и господа На первом канале Вечерний Ургант Начало зимы Он решил отметить по-московски Слепил Снеговичка из грязи Встречайте! Иван Ургант! Не смей трогать мою картошку Какая же ты дешевка! Пацаны, можно я вам задам вопрос? Вы планируете сделать эту историю долгоиграющей? Будет ваш музыкальный проект? Какой? Тип-тип-тип-тип-тоник или вообще? Вообще Разные клипы, но мы снимаем клипы Да, но... Вы снимаете разные клипы, но я так понимаю, что это такая первая официальная песня, которая пойдет в массы, Александр Григорьев Нет, была еще какая-то... Какая? Какая была? Давай трезво посмотрим Ты считаешь, что это... Вообще, что благодаря этой песне ты прославишься как исполнитель? Ты на счет воспринимать чуть-чуть по-другому? Да нет, вы чего? Я не собираюсь Почему? Та музыка как бы здесь вторичная Да и степенно для тебя? Ну, здесь, здесь Мне кажется, это удивительное сочетание именно музыкального контента Да ты Саню в жизни не уговоришь стать певцом, тем В этом и суть, в этом и смысл Нет, его надо, смотри, надо вот это выпустить Дозировано Если это зайдет, если люди до 30 лет начнут умолять Сашу, типа выпусти альбом Тогда возможно... Прости, господи, нет, я так уже буду Он согласился Я вообще не говорила, я не говорила про альбом Здесь артист так таковой, то есть его голос узнаваем в песне Он не сильно обработан, я знаю, что это Гудков Это для меня не какая-то серьезная история, а это для меня элемент шоу, в котором участвует Саша Гудков Это круто, когда это сохраняется Я думаю, что вот именно на этом фейерверке можно еще записать одну, вторую, третью Вот так же, как «Дождь» был записан и так далее Вот я об этом говорю А в этом и есть коммерция? Для меня нет, для меня это прикольный проект Там придет, мотор идет тише И начали Привет Ты что, зубы сделала? Как доехала вообще? Долбанная Москва Милый друг не скучает Мы начали играть с 99-го года С 99-го года с Тупинскими перцами А в телек мы попали в 7-м году Сколько мы играли до телека? Много? Сёдер Двинятин Танер стили «The Spectacles» А мы прямо сами тащились от того, что делали Показывали то, что только мы хотели Народ смеялся Ездили целые фанаты за нами вагонами ступни Эээ, Саша Кто разрешил тебе так клево двигаться? Вот эти добрые люди Нам всегда приводили Вот вы сейчас шутите Бабушка, но урингой Ваша шутку поймет У-у-у-у Перегорелась шмара как-то вот у нас там это было смешновато не важна шутка важна интонация смотри бронетранспортеры прошу прощения это все не разрешает но мы сейчас зайдем с другого края и все равно это сделаем это был главный наш девиз давайте 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 так и ну и было но вообще к войне мы как эти шкодники осман ну как бы не очень понимал на чем наверное мы шутим вот он начал нам говорить что как бы это не к войну это цирк на колесах зал начал гудеть этого не показали естественно топли ногами кричали там я не знаю что там был ты даже не представляешь там был там просто он продолжает говорить ну а бы ну я такую но это мнение густо ну все нормально потом когда вас васильич начал говорить то что правильно ли команда гаверина федора менять вообще выиграла в этой игре я думаю что такое как это возможно и тут я понимаю боковым зрением что уходят саша все думаю все саша расстроился он ушел психанул у меня есть снова так потом прекрасно смонтировали и ставили что наташа плачет на словах гусмана на самом деле плакал от того что я ушел а после игры подошел сан саныч масляков играть ребята вы народные герои такого еще не было никогда в жизни у кого он был другим и вы и вы не представляете что мы сейчас сделали мы стали некими изгоями и публика нас еще больше полюбила в этот момент вот человек садится и вы ударяете ну вот в тоненьких подожди подожди я же еще не уселся три два один не с затылок ну да затылок надо сверху ну вообще мы тренируемся все нормально подожди я шею расслаблю да ну не нет сильнее еще на столе три карточки звезда комментарий и наказание участник вытягивает звезду который должен написать в instagram случайный идиотский комментарий кому вообще пришло в голову сделать такой протестный флаг беларусь это часть загадки а ну вы что обидеть обидеть целый народ ради ради шутки для ютюба но вы чтобы вы чего что с вами очнитесь люди проснитесь вы чё я не буду писать это это блять я ебанину чуваки это такого еще не было скажи саня надо что-то решать ты юре звонил какой саня саня иди-ка сюда блять взамен этого ужаса я готов взять на себя и два наказания и два комментарии саня мы мы обсудили сейчас я тебе честно скажу ну вот тебя такого не ждут вообще все поймут что это что-то не то я был я был на твоем месте я знаю как зачем вы такое придумали тоже очень обидно все убегали это не должно было совпать мы тебя мы тебя послушали я не могу я не могу такое сделать я не могу блять он охуенный чувак мы и так знали я боялась что у вас наказание змеи какие-нибудь и я не могу это же классная штука давай минус два два так потому что заново начинать невозможно потому что это классная что мы все позиция это вот это есть классная штука никогда такого не было мы хотим этими комментариями показать о том о чем болит общество сейчас но это так и в тот момент болело то мы не могли об этом не говорить мы за это получили но это не вырезали то есть если какая-то есть жесткая тема мы голосуем у нас у каждого в 33 процента принятие или не принятие этой там шутки и вещи какой-то острый естественно мы с вадимом побеждаем и а саня приходится за это оправдываться ну такая фишка и все думаю что гудок жесткий остался последний кто по отечески я чуть старше их чувств меня будет окей ладно юродивый что-то ряпну не то сказал ну не то сказал потом что-то будет чуть более не то вот огребать мне находясь в этом мире не знаю как это назвать ну какого-то шоу-бизнеса ну какого-то одновременно и вот этого старинного какого-то там допотопного который он так обожает и одновременно это ну какого-то вот этого нынешнего с гном гномочами бесконечными инстаграмного он при этом остается собой искренним веселым не играет по этим правилам все время их ломает при этом находясь с каким-то образом с этими людьми и искренних любя наверное потому что она искренне любит они все друг друга искренне ненавидят если мы оставим чуть-чуть побольше евро в начале с оппозиции мы по любому должны это сделать потому что правильно ну и вообще напишем выпуск который пошел как-то не так принципе все что мы делаем сурдет саши и чикенкаре это все вызывающее это все резонансный все а то о чем будут говорить ну к нему уже валятся все подряд к нему идут все подряд и звезды и извиняюсь конечно так про звезд говорю но тем не менее все подряд звезды идут гудкову и про что гудков что-то сделал возможно отчасти это началось с этого цвета настроения синий вот когда филипп киркоров обратился и нам удалось создать клип который запустил такое понятие как и гудкова я думаю что клип гудкова можно писать как что-то неожиданное что-то ломающее представление об артисте я слежу за статистикой там допустим наши клипы да клипе никаких больше вечеринок по вот этому графику удержание аудитории после того как мужики переодеваются в эффектную одежду отваливается часть аудитории она вот такая понимаешь вот и ты понимаешь что людям люди думают о так это же опять гудков про этих про пидорасов блин ну так мы воспитаны да может быть стоит перевоспитаться но я люблю стереотипы самое классное чем мы владеем как сценаристы развлекательного жанра это стереотипы все азербайджанцы торгуют помидорами в дэвэшники бьют геев место женщины у плиты это не мое мнение игру что общество в любом случае это так воспримет клип лободы весь проект детка хочет а 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 в 21 веке живем а мы как будто продолжаем себе выбивать место под солнцем так ну так не может быть а разных женщин должно уважать будь то бодипозитив будь то хочешь ты худой быть хочешь ты возглавлять будь главой государства целого хоть нас надо уважать а оттуда должен быть свет не ревной как будто это этот а вход в рай прям как будто из жопы свет да и детка любит бум бум а а а а а а я я уверен что в 1 а а шутка может обесценить тем очень легко и где вы здесь это грань между обесцениванием и привлечением внимания большой вопрос это очень тонкая грань как раз перейти от образа юмора которая хочет обратить внимание на проблему к тому что это юмор который издевается над проблемой а это очень тонкая режиссура ну то есть если это получается аплодисменты но это очень сложная задача а а а а а а а если есть возможность через юмор до людей донести какую-то информацию почему бы этим не воспользоваться ребята это делают мне кажется просто ну вот ну вот просто в копеечку никто лучше чем они не делают да никто и тем таких не поднимает по факту то ну давай честно а 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 ну а все остальные они просто ну они возмущение причем что они там только на меня не пишут на все это то есть мы садили все прослойки общества как у тебя это получается Никак, мы не думали вообще об этом, это все, это все, это 20-20, Свет, клянусь, это все сошлось от того, что все ждали, ну, фит, фит, как бы, ну, песню, но никто, блин, никто не предполагал, что будет вот такое. Саша это человек, у которого есть инстинкт юмора, и инстинкт юмора это такая штука редкая, когда человек делает что-то смешное, просто потому, что ему очень смешно от этого, он не преследует цели что-то сказать этим, кого-то обидеть, ну, специально, на Сашу невозможно обидеться из-за этого, это удивительная, потрясающая вещь, она делает его уникальным, наверное, комиком. Ну, я просто поражаюсь, ну, конец-то будет, как-то, конец-то уже? Будет, скоро будет конец, мам. Звука-то не будет, Алекс. Заважим. Смотри, Саша. Смотри. Вот, понимаешь, он, как бы, вот, так он стал. Вот, это герой. Вот, я, он и есть, а он герой. Это герой. Где бы ты должен положительным быть. Ну, да, положительным. Хорошо. Ну-ка, посмотри на меня, покричи. О, я уже пересрал. Можно скользить по поверхности, даже персонажа. Можно, чтобы он радовал людей, которые находятся по ту сторону экрана, чтобы они смеялись, чтобы они веселились, чтобы их это неистово бодрило. А можно еще, чтобы переживать историю, которая происходит с твоим персонажем, так, чтобы это делало тебе больно? Саша, не засыпай, пожалуйста. Не засыпай, не броски, не открывай. Зайчик, это все? Саша себе, чтобы быть более рептилий, больше походить на рептилий, он ставил себе в нос широкие какие-то вату или что-то. Ему, ему жутко неудобно, но, как бы, он считает, что что-то меняется в его лице. Классно смотрится. Очень хорошо. Меня напугало, если честно. Да, да я. Я просто в доз ставил эти, вату расширил, зоно. Супер. Тогда сразу все поведено. Вот. Ну, я говорю, мам, Сашка там пока к телевизору. Ну, включи. Ой, Ваш, что нарядился. Только наш долбак мог так нарядиться. Певец Валерий Меладзе. Наш музыкальный гость Валерий Меладзе. И шутку надо какую-то придумать про Урганта. Писем. Дамы и господа, на Первом канале, Вечерний Ургант. Вчера он так хорошо отметил солнечное затмение, что сегодня пришел весь в тени. Встречайте, Иван Ургант! Не, ну они у тебя теперь развиваются. По улице ты идешь в уличный танцор, а тут ты в более романтичный. Ты же ее соблазняешь? Во! Клипы — это промо-сторона музыкального искусства. Это вместе. Я отбегу, лето, небо отбегу. Останусь юно из города. Твои. И вместе твои мысли. Приглашаются известные актеры для привлечения внимания. Клип делается каким-то вызывающим, чтобы иметь возможность завируситься. Очень плохой караоке. Тут нужно обязательно понимать, что музыка — это отчасти спорт. Есть топ-чарты, кто-то на первом месте, кто-то вообще в них не входит. Если ты воспринимаешь музыку как спорт, у тебя открываются какие-то новые квесты в голове. Как тебе нужно достичь каких-то определенных высот. Гудок в образе рептилоида сразу плюс. Да, Саня, во многих образах выглядит классно, смешно. Я не знаю, даже, скорее, сложнее образ придумать, который бы Саня не пошел. Русалка пойдет. Фаун. Любые сказочные образы. Кто? Гном? Пойдет. Врач. Все, ну ты представляешь, Саня, даже, не знаю, этот синезаторской машиной водитель. Торговка мороженым. Хлебопекарь. Герой-любовник. О, вот. Он не умеет флиртовать. Все, что угодно, только не флирт. Ну, именно на камеру вот этот вот художественный, актерский. Я работал 4-5 лет менеджером группы СБПЧ. Для группы СБПЧ не стоит задачи быть знаменитой. Да, для группы СБПЧ стоит задача делать что-то, что радует ее участников. Звучит музыка. Помоги найти мои туфли. Так узнала, что снова пробонишь. Ты не верь про меня, это слухи. До свидания. Чего ты так смотришь? Люди, которые в начале 90-х ходили на огромные концерты группы «Аквариум», они шли туда не только за тем, чтобы услышать группу «Аквариум», а чтобы увидеть, что они не одни, что таких, как они, много. Музыка была важнейшим способом самоопредления для подростка. Сейчас это не так. Сейчас есть много всего вокруг, и музыка только одна из этих частей, и сейчас это не самое важное. Такого нет, что ты что слушаешь? О, это лабуда, что ты слушаешь? Такого вообще нет вопроса. Ты что слушаешь? Есть обсуждение, какие ролики кто позырил, кто какие, что в пабликах видел, мемы, еще чего-то. Я переживаю только за кому. Да? Все будет клево. Не переживаю. Ты просто песни еще раз посмотри, и все. Кому какое дело, извини, что наш дочень. Но, брат, чувствуй, что ты в магазе разом, все огни. Как когда я писал и чувствовал Жекина горе. Да, я чувствую ее горе. Я плачу всегда за песни. Правда? А что, да? Чувствовал мое горе? Конечно. Все чувствуют свое горе. Знаешь, как оно пахнет? Чувствовал мое горе, кто чувствовал. И мы забыли пристегнуть ремни, да? Здесь раньше, да? Здесь раньше были мы теперь одни. Катюш. Я забыл телефон. Сделай мне гутко потише, пожалуйста. Что мы на дне проклятых, западни, кому? Здесь раньше были мы. Вот. Здесь раньше были мы теперь одни. И мы забыли пристегнуть ремни. Нам остается слушать вой родни, кому? Блядь, как заполнить здесь и как заполнить... Мы были вместе все, здесь раньше были мы. А можете пропустить эти строчки? Чтобы не спутать. Хочешь, пропусти. Смотри, давай еще раз. Здесь раньше были мы, теперь они. И мы забыли пристегнуть ремни. Все, блядь, все это в одинаково. Саша, я тебе говорила уже шесть раз, посмотри в текст. Просто увидь текст глазами, ты запомнишь. Что мы забыли пристегнуть ремни. Нам осталось... Что мы забыли пристегнуть ремни. Боже, цени. Кому какое дело, извини, Что нужно точно користо идти, Что вдруг богатый разум все одни. Кому? Мы были вместе все, теперь одни. Мне кажется, он веселый. Это... Ой. Мне кажется, где-то там внутри. Ну, то есть, он... Ой, почему? То есть, не то, что он одинок там внутри. А... Он не одинок ни в коем случае, Но все равно, мне кажется, что... Он не такой, но по-настоящему веселый. И, ну... Просто иногда, когда звонишь ему, Он говорит, как бы, да, я думаю, мам, Ты поесть себе приготовил. Как бы, ну, он там один. Наверное, как бы... Ну, не то, что одинок, У него куча друзей, но... Где-то там внутри, наверное... Ну, ему немножко одинокое. Ну, я так думаю. Ну, наверное, он в этом не признается. Когда выходишь шутить или что-то вести, То не так переживаешь. А когда вот выступаешь по поводу голоса, Это не мой концерт совсем, И тут нельзя лохануться вообще капли. Ему ставилась задача прожить этот момент, Как будто он вокалист. То есть не хохмить, Потому что это естественная реакция, Как бы от неуверенности, от зажима. Я пришла на танцы, И встаю в окна. Это не моя и не моя вина. Я пришел на танцы, И встаю в окна. Никаку не должен сам себе, Я не знаю, как ты меня найди, Слышишь, это сердце бьет на них груди. Слушаю, это пипо, Ломин на стол. Все упали, Верно я тебя нашел. Ты же, как речи, Но ты такой ура! Как бы он ни старался быть певцом в этот момент, Все равно он, естественно, ржака. И из него это прет. И ты не можешь быть в каком-то там образе, Когда рядом это чудище скачет, И микрофон уже сует в публику. Я вижу вокруг все время попытку, Желание людей во что-то встроиться, И как-то попробовать что-то схитрить, Грубо говоря, Обхитрить судьбу людей вокруг и так далее. Что-то показаться какими-то другими. Саша вот такой, какой он есть. И он ни на кого не похож. И этот тип юмора невероятный. И это очень классно. И в этом смысле он, ну, С большим отрывом, Один из самых свободных людей в России. Поеду-ка я в Камеде работать. У нас есть все. У нас есть все, чтобы жить вечно. У нас есть все, хватит на всех. И посадим, как и страны, уменьши. А мне видит радость и смех. У нас есть все, чтобы жить вечно. У нас есть все, хватит на всех. И посадим, как и страны, уменьши. А впереди радость и смех. У нас есть все, чтобы жить вечно. У нас есть все, хватит на всех. И посадим, как и страны, уменьши. А впереди радость и смех. У нас есть все, чтобы жить вечно. У нас есть все, хватит на всех. И посадим, как и страны, уменьши. Сколько можно снимать? Пол первого приехали. И это просто вам такой эксклюзив достаться, которого больше ни у кого не будет. У нас есть все, хватит на всех.